Здравствуйте! В кадре у нас пара небольших биноклей от фирмы Nordbird. Подогнал их на обзор в интернет-магазин «Солдат Удачи» и хочу поделиться своими соображениями по этим двум моделькам. В разложенном виде это вот так, это вот так. Этого слегка хватает, но у меня глаза не очень широко посажены, поэтому мне, естественно, вот это не нужно. Я смотрю вот так вот. Но может разогнуться под очень широким углом. И вот это бинокль серии «Стандарт». Вот так вот они выглядят, так сказать, при использовании. Ну вот модельный ряд разделяется на две серии. Тут у меня помельче из серии «Гринлайн» и покрупнее из серии «Стандарт». Что вообще по качеству этих биноклей, как они увеличивают, я, честно говоря, очень доволен. Ну, потому что, возможно, у меня зрение не идеальное. Я не ношу очки, я не ношу линзы. Но иногда бывает, наденешь чьи-то чужие очки и сразу смотришь, ох, какой красочный все-таки мир вокруг. Потом снимаешь и снова как бы все стандартно. С биноклем то же самое. Если у вас зрение не просто орлиное, а таких людей очень мало, то бинокль остроту зрения очень сильно увеличивает за счет своих как бы линз. И вы предметы разглядите гораздо более четко. То есть я, беря бинокль, сразу любой бинокль. Я сразу в восторге от того, как все красиво, как все четко. Естественно, чем больше бинокль, зависит все от его оптики. То есть здесь у нас, я специально записался и выписал. Зачем-то полез смотреть на бумажку, да, здесь же на корпусе написано 8х21, а здесь на корпусе у нас получается 10х25. Это кратность. А вторая цифра это диаметр вот этих вот линз, которые спереди. Чем они больше, тем больше, естественно, света попадает, и тем у нас светлее изображение. Вот этот маленький бинокль я достаточно долго таскал с собой. И хочу показать пару примеров съемки в городе с этого бинокля. Дело в том, что с камеры не очень удобно показывать, потому что с телефончика очень удобно. Подносим сюда телефончик и показываем, как работает бинокль. Поэтому, таская этот бинокль в городе, я заснял пару кадров. Если кому интересно, это Московская и Зимний дворец сейчас будут у нас на видео. Вот посмотрите, сейчас с биноклем, это я на айфон снимаю. А вот без. Ну, естественно, все дрожит. Снимаю с телефончика. Ну, как-то так. Поставляется это все с вот такими вот чехлами. Естественно, чехол нужен. Чехол важная вещь. То есть, закинули в бардачок, положили в чехол. Закинули в сумку, тоже положили в чехол. На шею можно прямо в чехле вешать. Чехол необходим, ну, чтобы линзы не зацарапались. Сам бинокль не растрясся, ничего там не разбилось. Так что, хорошо, что они есть в комплекте. Размеры бинокля. 153 грамма вес вот этого малого. Чехол еще 18 грамм. Размеры 9 сантиметров. В толщину 4 и в ширину 6. То есть, достаточно компактный бинокль. То есть, меньше 10 сантиметров в длину. Что до вот этой модельки. Она покрупнее. Тоже, естественно, вот чехол, который я сейчас показал, идет в комплекте. Вес ее 181 грамм. 21 грамм еще весит чехол. Я тоже все специально взвесил перед съемкой. И ее размеры. Его размеры. 11,7. 6 сантиметров. И в толщину 4,8. Что по самому устройству. Как видите, тут вот по-разному, да, сделано. Немножко по-разному. Колесико по-другому выполнено. Но что здесь, что здесь, его крутить удобно. Сейчас покажу коробку и инструкцию к данным биноклям. Вот такой вот вид имеет инструкция к биноклю. На английском языке она. С этой стороны тоже не на русском. На русском инструкции нету, но, в принципе, все очевидно. О, у меня, кстати, подобный бинокль есть дома. Вот подобная конструкция. Примерно. Сейчас я вам его покажу. Такой древний, придревний. Все еще работает. Работает очень хорошо. Увеличение здесь 8 крат. То есть, оно даже меньше, чем вот на этом бинокле. Но за счет того, что вот здесь у нас линза, вот эта вот входная, она намного больше, то картинка гораздо ярче получается и гораздо лучше видно, чем вот в этот бинокль, который 10-кратный, но, соответственно, меньше размер линзы входной. Вот. Может, когда я это расскажу, покажу этот бинокль подробно в отдельном видео. У него чехол еще прикольный, там сверху компас установлен. Ну, стоит, естественно, показать, о чем речь идет. Да, сверху компас вот так вот установлен, а внутри там еще можно одеть вот такие вот дополнительные накладочки. Упаковка от бинокля выглядит вот так. То есть, это коробка. Это у нас Green 8х21 Norbert Standard. Такие вот характеристики. 180 грамм вес. Ну, и вот, вот второго характеристики. Ну, и хочу отметить, что у этого бинокля, что у этого, соответственно, имеется подрезиненная зона. При этом у бинокля покрупнее. Это у нас моделька Norbert Standard 10х25, а это моделька называется Norbert Standard 8х21 Green Line. Ну, какой прикольный, я не знаю. В принципе, и тот, и тот. Наверное, вот этот как-то более защищен, потому что это все прорезиненный пластик. Здесь резина, а тут же, посмотрите, здесь особо никакой защиты нету. Поэтому, если возить в машине где-то в бардачке бинокль, то, возможно, лучше подойдет из вот этой серии. Но и он получается по размеру немного побольше за счет того, что корпус тут помассивнее, а здесь просто как бы голый пластик и все. К глазам прижимается это все довольно удобно. Имеется здесь регулировка, причем только на правом глазу. То есть мы сначала настраиваем бинокль вот здесь. И потом, если вдруг у нас, я так понимаю, если у нас разное зрение, то на одном глазе одно, на другом другое. Можно один подрегулировать под свои задачи. Раньше как бы я на биноклях встречал, что и это регулируется, и это. Здесь же регулировка здесь, и регулировка вот здесь. Каждый бинокль с вот такой вот веревочкой поставляется, которая если оторвется, я не знаю, наверное, нужно будет вот это вот откручивать и снова ее туда крепить. Как снимает бинокль на камеру, я не могу почему-то заснять. Неудобно, не получается захватить. Может кто-то поделится советом по съемке биноклей с камеры. То есть это будет полезный совет. И если в будущем я столкнусь с биноклями, то смогу нормально снять обзор. Фотографию я понимаю, можно сделать. Но видео как-то то руки дрожат, то еще что-то сложно совместить. Возможно, надо и бинокль тоже ставить на какой-то штатив. Выполнены эти бинокли достаточно качественно. То есть никаких проблем с литьем, с пластиком. Был у меня китайский монокуляр для рыбалки. Ужаснейшая вещь. Теперь буду пользоваться вот этим биноклем. Ну и не только на рыбалке, но и на охоте. Да и в городе тоже иногда, знаете, нужно там посмотреть, что где, кто-то там ходит. И за городом тоже часто бывает необходим бинокль с небольшой кратностью. Другой вопрос, что, к примеру, у меня на камере тоже есть зум. Причем очень крутой, офигенный. Я могу достать камеру и сделать этот зум. Так, к примеру, пару лет назад на охоте сидим на берегу, видим по центру что-то плавает. Ну, думаем, коряга. Я говорю, а сейчас я на камере посмотрю. Значит, поставил камеру на такой мини-штатив, навел. И оказалось, что это был подранок. Мы подъехали и его добрали. То есть, естественно, можно решать вопросы с камерой. Вот такие вот. Камеры на телефоне можно тоже как-то попробовать изображение увеличить. Но это будет не очень качественно. Вот бинокль, вот такое вот место практически не занимает. И при этом, если вам нужны какие-то тактические задачи вдруг решать, то можно каждый день такое носить. Но это скорее на охоту, на рыбалку, бардачок автомобиля. В этом году также планирую заняться стрельбой пулей из гладкоствольного оружия. Нарезняка у меня пока нет. Естественно, если вы с нарезняка стреляете на 300 метров, то тут бинокль такой не поможет вам разглядеть, куда вы попали. Нужно что-то поинтереснее. Но под моей задачей, то есть стрельба на 30, на 50 метров, калиберный пулей из гладкоствола, конечно, такой бинокль выручит. То есть его будет достаточно, его светосилы, его кратности. Этого всего будет достаточно. Все. Ссылочки, дополнительная информация в описании. Увидимся на канале. Пока-пока.